В Елгове агрессивный мужчина отказался платить за съеденную булку, затем набросился на охранников с ручной пилой и даже травмировал их. Пришлось вызывать не только полицию, но и скорую, потому что агрессор вел себя странно, на вопросы не отвечал, разговаривал сам собой. И к другим новостям из регионов. Коневодство в Латвии – дело дорогое. В сельских работах лошадей используют все реже. В основном благородных животных выращивают для спорта и рейд-терапии. Чтобы расширить знания тех, кто разводит коней, в Латгалии прошли Дни коневодов. В Латвии примерно 11 тысяч коней разных пород, включая пони. Половина из них породистые. Главная идея Дней коневодства – популяризация генетического ресурса ездовых лошадей. Латгалия отличается тем, что здесь исторически были рикши. Еще в середине прошлого века сюда завезли российско-американских трехпородистых животных для нужд ипподрома. Такие ипподромы были только в Риге и Латгалии. В целом число лошадей в Латвии сокращается. Сейчас латгальское хозяйство всего тысячи коней. Еще 800 в Рижском регионе. Самые верные профессии коневода награждены памятными грамотами. Янис Пунтулес из волости Бранту выбрал себе необычное хобби. Он собирает и сохраняет семена традиционных для Латвии растений. Для этого он регулярно отправляется в экспедиции. Был случай, когда я семейный лук буквально из котла с супом вытащил. Это была последняя луковица. Хозяева решили, что его больше выращивать не будут. А я попросил оставить его мне для семян. Коллекция Яниса растет. Он говорит, приятно осознавать, что мы едим те же бобы, что наши отцы и деды. Его мечта создать музей старинных семенных культур с Милтонского края. Кроме того, Янис собирает и воспоминания жителей региона, а также документирует заброшенные сельские дома. Пчеловоды Екопелского края уже собрали весенний мед этого сезона. Минувшая зима была хорошая, а вот весенние заморозки пчелам не по вкусу. Потому урожай качественный, но его немного. Надеюсь, урожай будет хорошим. 20-30 килограммов с одного уля. Правда, пока еще не цвела липа. Мы отвезли пчел на гречичные поля, а потом начнется липовая пора. Все теперь зависит от погоды. Екопелские пчеловоды надеются, что цену меда удастся сохранить на уровне прошлого года. Она зависит не только от объема урожая, но, главным образом, от качества меда. Яна Рубинчик, Латвийское телевидение в сотрудничестве с региональными телевидениями.